Слава Украине! Приветствуем от Полонского. На России говорят, что Путин стал готовиться к следующей предвыборной кампании. Но я не очень понимаю, зачем ему готовиться к предвыборной кампании, учитывая, что выборов на России вообще не существует. То, что там есть, это фикция, шмикция, на которую не стоит никого внимания обращать, потому что процент, с которым Путин победит, это не выборы президента, это выборы Путина. Процент, с которым Путин победит, определяется заранее. Эти бюллетени, я так понимаю, никто не считает. Это все не имеет никакого значения. Тем не менее, какая-то там анекдотичная предвыборная кампания ведется. Ну, давайте послушаем, с чем Путин идет на фейковую предвыборную кампанию. Итак, предвыборная кампания Путина будет строиться на создании его образа. Он еще не создан, видимо. Как защитника традиционных ценностей. Традиционных ценностей и пропаганде консерватизма. Ну, тут хочется вспомнить, значит, о том, как одна из его, как говорится, любительниц, Мизулина, да? Мизулина, которая там точно так же, как Путин, за традиционные ценности, недавно выдала своего сына замуж за сына, по-моему, казахского министра. У них там, как говорится, совет да любовь, такая хорошенькая себе, очень традиционная семья. Вот, мальчик и мальчик. И, конечно же, я так понимаю, что вот пропаганда традиций со стороны Путина, и Мизулина заодно, очень поможет им жить. Кстати, нельзя забывать в этом контексте, конечно же, и сына Соловьева. Под кодовым названием блондинка. Не зря папа блондинки так сильно защищает Путина. Видимо, да, традиционные ценности и, конечно же, консерватизм. Читаем дальше. Приоритет, Путин настаивает на приоритете нематериального над меркантильным, но это, ребятки, стопудово, стопудово. Конечно же, только нематериальное. Нечего думать о меркантильном, тем чмобикам, которых загнали в окопы в Донецкую область, где их укандропупят очень быстро. О меркантильным им абсолютно не нужно при этом думать, потому что в военных билетах у них, конечно же, стоит, что они стоят на территории Российской Федерации, ни в какую Украину они близко не заходили, поэтому о меркантильном не надо думать, денег им не положено, поскольку в боевых действиях они участия не принимали. А, собственно говоря, ну, плюс там, конечно, нету тела, нету дела, но самое главное, что печати в военном билете о том, что они зашли на территорию Украины. И здесь они будут укандропуплены, у них таких печатей нет. У них есть печать, что они находятся в части где-то там в Иркутской области, или в БНР, или еще где-нибудь. Так что, действительно, им нечего думать о меркантильном, все равно денег не будет. Да, ну и Путин же тоже не думает о меркантильном. Вы что думаете, он когда себе строил очередной дворец в Геленджике и ставил там в 180 туалетах, сколько там у него туалетов, да, в каждом по золотому ёршику, это что, на меркантильном думали? Нет, ну я думал исключительно о гигиене, потому что и золотым ёршикам им просто удобнее, как говорится, чистить эти унитазы. Унитаз, кстати, сакральное слово для каждого расшиста, мы все помним, да, у них и забеги с унитазом, и вот говорят 9 мая, они целый батальон с унитазами, с украинскими выпустят на Красную площадь, будут маршировать, так хорошо будет. Ну, традиционность ценности, и да, нематериальная. Да, также Путин совершенно не думал ни о чем материальном, когда купил Кабаевой квартиру 2600 квадратных метров, самую дорогую на России, нечего думать о материальном, это всего лишь квартира. Ну, 2600 квадратных метров, ну, ей вцунули ее, чуть не насильно, она ее не хотела брать, но эти девелоперы, эти строители говорят, ты ее купи, Кабаева, купи. Поэтому, видите, просто, ну, наехали на девочку, она бедная такая, она не хотела думать о материальном, но поскольку вот эти наглые продавцы втулили ей эту квартиру, пришлось, пришлось, конечно, ее купить. Тут я, конечно, понимаю, о материальном она думать совершенно не хотела, ничего меркантильного, просто бизнес, да. Поехали дальше. Чувство долга и сверхцелей и морального превосходства русских, а также, ага, чувство долга и сверхцелей и морального превосходства русских. Ну, я вам скажу, что вот этот постулат, к большому сожалению, он не свеж, и Путину вот это вот написали, такую вот ерунду, они немножечко не подумали. Тут немножечко, знаете, перекликается с дочерью «Юбералис», да, Германия превыше всего, и, ну, оно немножко, как бы уже было немножко у Гитлера, да, и, ну, поскольку, в принципе, тоже можно понять, поскольку московский фюрер очень много общается с фуражкой немецкого фюрера, которая находится в Гундяевском храме сатаны, они там вот как-то вот тет-а-тет, видимо, к нему приходит дух фюрера, и фюрер ему первого фюрера, оригинального, а это же уже копия, как говорится. И оригинальный фюрер рассказывает свои копии, как и что нужно делать, то вот эти сверхнации, вот эти все вещи, да, вот это где-то уже было, мы уже помним, да, 41-й, 45-й годы, да, все замечательно, ну, вот, как говорится, с кем поведешься, от того наберешься, вот, так что, ну, бывают и неоригинальные идеи, хотелось бы видеть оригинальные, а также на идеи необходимости самодостаточности страны, так никто же не отрицает, вот у вас уже год санкций, самодостаточные, сейчас смотрим, какие вы самодостаточные, может быть, вы за год выпустили хоть какую-то новую, я так понимаю, что, наверное, выпустили, да, десятки новых моделей российских автомобилей, которые созданы от начала до конца на России, имеют замкнутый цикл на производство на самой России, я так понимаю, что вы выпустили газовые турбины, вот сейчас в отношении России введены санкции, как раз газовые турбины запрещены к ввозу на территорию России, и вы их больше не получите никогда в жизни, я так понимаю, что в результате самодостаточности вы начали выпускать эти газовые турбины от начала до конца, также вы начали выпускать полностью самодостаточные самолеты, никто не сомневается, что теперь, теперь-то уж ваша авиационная промышленность воспрянет духом и будет выпускать и двигатели сама, и корпуса самолетов, и электронику, все сама, ну, единственный такой, немножечко удручает момент, что газовых турбин в прошлом году произведено ровно огромное количество, ноль штук, самолетов тоже самое, ноль штук, и вот перспективы на этот год, говорят, еще меньше, видимо, что-то там разобьется, а произведут ровно столько же, и вот если куда ни кинься, у них везде вот такое вот, самодостаточность просто прет, ну, единственная такая небольшая ремарка, самодостаточность отрицательная, а так все, конечно же, хорошо, прекрасная маркиза. Продолжение следует...